Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу «Бемидбар» в пустыне. Кроме того, что книга «Бемидбар» в христианской версии называется «Числа», потому что тут много пересчетов, подсчетов, еще в нашей одноименной главе «Бемидбар» много уделяется вниманию именам. Сказано в нашей главе «И говорил Бог, обращаясь к Маше, в пустыне Синай, в шатре Откровения, в первый день второго месяца, второй месяц – это месяц Ярза Несамом, и сейчас мы находимся в 26-м Несане. Во второй год после выхода из страны египетской, это 2449 год, сказал Бог так «Производите исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домам, по их количествам имен, всех мужчин поголовно, от 20 и старше, всех поступающих войск в Израиле, им произведите смотр по ополчениям их ты и агарон, а с вами будет по одному человеку из каждого колена главы отчих домов своих». И дальше, и вот имена людей, которых мы к этому вернемся чуть позже. Маше и Арону было заповедано установить как общее число пересчитанных людей, так и численность каждого колена, подобно тому, как цари пересчитывают себе подданных. И посчитать по числу имен поголовно, и главы колен будут помогать Маше и Арону. И, как я уже сказал, мы об этом всем сегодня будем говорить. Но в чем же смысл данной заповеди, вот такой, которую говорит Бог Маше? Спрашивает Рамбан, и он же отвечает, понятно, что для того, чтобы каждое колено могло расположиться в стане под своим знаменем, было необходимо установить принадлежность каждого к определенному колену. Но для чего святой был славян? Он повелел установить их численность. И, возможно, это было сделано для того, чтобы подчеркнуть проявление к ним милосердия, ведь когда они спустились в Египет, их было всего 70 душ. А теперь они стали многочисленными, как песок на море, на дне моря. 603 550 мужчин старше 20 лет. А еще после каждого моря и бедствия Всевышний пересчитывал их вновь и вновь, а вновь и об этом сказали наши наставники по своей великой любви к ним. Он пересчитывал их каждый раз. Бог любит свой народ, любит евреев, и поэтому дает указание пересчитывать нас от раза к разу. И, как Бог говорил Маше, Аарону пересчитывать народ, как это было повелено, по числу имен всех мужского пола поголовно. И оба параметра важны, по числу имен и поголовно. Об именах чуть ниже. А на поголовно сразу реагируют раши и успокаивают нас, говоря, что об этом уже было сказано в книге Шмот. «Когда будешь ты проводить всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа, перед подсчетом их пусть каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете». В книге Зор объясняется, что хотя, как правило, благословение с небес не пребывает на том, что пересчитано, в данном случае на сынов Израиля был получен искупительный дар, и пересчет не производился до того, пока не собрали все вот эти по полу шекеля, приносимые для искупления. А затем уже производили пересчет. А перед подсчетом Маше и Арон благословляли сынов Израиля, и затем, как они производили подсчет и вновь благословляли народ, таким образом сыны Израиля были благословены и до подсчета, и после. И поэтому в народе не было мора. Так объясняет Зор. А в книге Медрошей Бамбинмар Сина и Раба толкует так. Всевышний повелел Маше пересчитать сынов Израиля, проявляя к ним уважение и возвеличивая их подсчетом каждого еврея по отдельности. Не следовало спрашивать у главы семьи, сколько мужчин в твоей семье, или сколько у тебя сыновей. Но каждый должен был пройти перед Маше и с почтением, и в трепете он совершал подсчет, как написано, по числу имен от 20-летних и старше поголовно. По числу имен, я говорю, что мы к этому вернемся, как это? Для каждого, кто проходил перед величайшим из пороков, Маше и перед его святым братом Аароном сообщал им свое имя. И само это было заслугой и продлевало жизнь. Ведь таким образом каждый человек был зачислен в состав общины и занесен в список дома Израиля. И теперь каждого защищали заслуги всего народа. И пересчет увеличивал заслуги каждого, ведь даже сам взгляд Маше и Аарона давал благо, и они молились о народе, чтобы Бог всесильный их отцов добавил бы к их числу сыновей Израиля тысячекратно против того, сколько теперь. И никогда бы не убавлял их численности, а приносимое полушекеля искупали народ перед Богом. Мы слышали, какую огромную роль в пересчете и всем, что с этим связано, играли имена. Каждый в трепете произносил свое имя, и это было заслугой, которая продлевала жизнь. Ведь таким образом человек был зачислен в состав общины Израиля. И это неудивительно для тех, кто понимает, что такое имя. Еврейское имя, как оно работает. Это духовный канал, канал связи со Всевышним. Бог по еврейскому имени идентифицирует еврея. И идентифицировав, определив, кто это такой, посылал еврею свое влияние, выраженное в энергии, которая потом материализуется в нашем нижнем мире. И результатом материализации положительного, позитивного, божественного влияния на нас нам раскрывается успех и материальное благо. И одной из ключевых отправных точек к этому является имя. Конечно, Бог, Он всемогущий, понимает все языки, слышит на них молитвы и распознает людей без еврейского имени. Но есть одно но. Неевреев Он не распознает вообще персонально. Нет над евреями Ажгаха Пратит, частного проведения. Все заканчивается Ажгаха Лолит, общественным надзором. Значит, и до имени дело не доходит. Но что происходит, когда у еврея нееврейское имя? Бог как бы его знает, кто это такой, но периодически как бы не замечает, выпускает из виду. Канал связи, канал передачи божественного влияния неполноценен со всеми вытекающими проблемами. И это важно понимать. У еврея и еврейки должно быть еврейское имя. Без него нет полноценной связи с Богом. Отсюда влияние Бога не доходит или доходит совсем слабо. В нашей недельной главе перечисляются имена глав Израиля, которые помогали Маше Иерону в пересчете. И сказано, я говорил, что мы к этому вернемся. А с вами будет по одному человеку из каждого колена главы отчих домов своих. И вот имена людей, которые состоять будут при вас. От колена Ровена, Элитсур, сын Ждеура. От колена Шимона, Шлоум Меэль, сын Церешадая. От колена Иоуди, Нахшон, сын Аминадава. От колена Йесахара, Нетанэль, сын Цуара. От колена Звулуна, Илеаф, сын Хейлона. От сынов Иосефа, от колена Ефраема, Элешама, от сынов и сын Амигуда. От колена Менаши, Амлиэль, сын Пта Цура. От колена Бенямина, сын Гиддани. От колена Дана, Ахиэзер, сын Амишадая. От колена Ашара, Пагиэль, сын Ахрана. От колена Гада, Элиасав, сын Дуэля. От колена Нафтали, Ахира, сын Айнана. Эти призваны от общества вожди отчих домов своих. И пишет Равыцак Зильбер в своей книге по недельным главам, что многое можно узнать о человеке по тому, как он называет своего сына. В те далекие времена, во втором году выхода из Египта, имена давали по событиям в момент рождения. И надо помнить, что эти имена были даны детям, родителями, жившими в чужой стране, находившимся по дыгам самого тяжелого рабства. Что же в них, прежде всего, бросается в глаза? Глубокая вера в Бога и в то, что Он сохранит еврейский народ. Дуэль, 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 знайте Бога. Эли Шама, Бог мой услышал. Эли Цур, Бог мой скала. Цури Шадай, моя скала всемогущий. Ами Шадай, мой народ надеется на всемогущего. Эли Эзер, мой Бог помог. Пда Цур, выручи скала. В других именах отражается взаимоотношение между людьми. Ами Надав, мой народ щедр. Ахи Эйзер, брат мой помощник. Ахи Самах, брат мой поддержка. Ами Худ, мой народ сияние. А что значит имя Нетан-Эль? Может быть, в семье долго не было детей. Родители молились, просили Всевышнего послать им ребенка. И вот родился долгожданный сын. Какое имя выбрать ему? Ну, конечно, Нетан-Эль. Бог дал. Рядом в другой семье у соседей похожие какие-то заботы. Рождается ребенок. И люди говорят себе, у соседа есть Бог. Но ведь у меня тоже есть Бог. Гамлиэль. Родился в семье еще один ребенок. Прибавил Всевышний потомство, появилось на свет Элей и Асав. Бог добавил. Вот так относились к именам евреи, относящиеся к поколению знания, поколению света. Это поколение вышло из Египта, получило Тору, состояло на горе Синай и сказала два важных для нас до сих пор слова на Севанишма. Тора говорит нам, что каждый еврей имеет собственный вес. Нас считают ни десятками, ни сотнями. А каждого в отдельности и пересчете, каждый называет свое имя. Именно имя подчеркивает нашу индивидуальность, нашу индивидуальную связь с Богом, наше индивидуальное наполнение Торой. И личное восприятие Торы каждым из евреев, которые стояли у Гори Синай, это одна из сторон Торы, которую наш народ получил. И это связывает нашу главу с праздником Шавот, который заходит без всяких изменений шестого с Ивана вечером. Если хоть одного из людей, которые стояли на горе Синай, не существовало бы, то одна из сторон Торы не открылась бы в мире. Это очень важно понять всем нам и каждому. Тора была дана всему иерийскому народу в целом. При этом каждый еврей имеет значение сам по себе. И в этом весь смысл пересчета по единицам, о котором мы читали в нашей недельной главе. Если же часть народа не занимается Торой, как положено, то это ущерб для всех. Это означает, что меньше Торы раскрывается в мире. На мир проливается меньше света Торы. И место света Торы заполняется чем-то другим. Как сказано, когда в яме нет воды, то есть змеи и скорпионы. Когда в мире нет Торы, место Торы заполняет скверно. Если Тору не учат один, в мире уже меньше Торы. Если Тору не учат многие, нам всем всему миру не хватает света. У дел каждого еврея в Торе уникален. Ни одному человеку не дано понять в этом мире, насколько его учеба и его соблюдение исправляют все творение. Это скрыто от нас, чтобы не лишать нас свободы выбора. Но наша задача следовать путям Всевышнего, путям Торы. И нести свет в этот мир, каждый для себя и для всего народа Израиля. И помнить, что связь с Торой и со Всевышним начинается с еврейского имени. Кому повезло, эта связь начинается на восьмой день. От рождения. Кому повезло меньше, его не назвали еврейским именем при рождении. Но он еврей, ему нужно стараться быстрее свое еврейское имя получить. И затем начать реализовывать свое предназначение. Шаг за сагом сближаться со Всевышним, постигая его Тору и соблюдая заповеди. Хочу всем нам этого пожелать. А еще пожелать силы выносливости. Выстоять сегодня в сложных жизненных обстоятельствах. Война затягивается. И не нужно ждать чего-то и выживать. Нужно продолжать быть строителем своей жизни. Строить ее каждый день. И браха ва от слаха. Нам всем благословения и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла. Субтитры сделал DimaTorzok